Уважаемые любители моих небольших, сюжетов, поясняющих содержание моих толстых книг. Сегодняшняя тема нашего общения состоит в том, что мы рассмотрим новейшую фазу происходящего карантина. То есть добровольная изоляция, это понятно. Она называется дойка карантина. То есть мы так уже привыкли к нему, все сориентировались, знают, чего делать, куда идти, что покупать, самое главное, что и как продавать. То есть поэтому карантин перешел в свою высшую фазу, то есть в дойку. С моей точки зрения карантин никогда не кончится, если на его борьбу будут продолжать выделять такие огромные девники, тем более чиновникам, тем более руководителям, медицины, здравозахоронения и всяким другим организациям. Очень интересные. Почему? Да потому что очень дорого стоит содержание больного в больнице. И непонятно, нужно ли прекращать поступление больных. Кто заинтересован в таких больших денег, идущих от государства в больнице? Чиновники, конечно. Поэтому есть известное беспокойство. А такая ли ситуация, о которой нам говорят? Кто же по выгоду получил от карантина? Ну, понятно, что компьютерные фирмы, которые занимаются всей этой продажей контента, люди, сидящие дома, у них же уже нет библиотек, у них же уже нет никакого привычки к чтению, у них нет никаких привязанностей, например, к бирюлькам или хотя бы к картам. То есть все заменено электронной имитацией, поэтому что ждать? Людям продают то, что им доступней. Самая дойная корова по этому сейчас – карантин. То есть получается, что богатые компьютерные фирмы, интернет-провайдеры, продавцы программ, чиновники, обслуживающие карантинные больницы и карантинное оборудование, производящие и продающие, они все в шоколаде. Производство тестов так налажено, как вы знаете, и столь эффективно, что я думаю, что участники этого прекрасного проекта, ну, создания антительных маркеров для коронавируса, окажутся в ближайшее время в списке Forbes, как удачные бизнесмены. То есть у нас получается так, что карантин теперь уже довольно интересен, и в политическом плане, что говорит о том, что коронавирус возник естественным путем. И здесь это очень важно, потому что куда-то подевались биоинформатики, молекулярные биологи, молекулярные генетики, которые тут же все это подтвердили, не проведя ни одного исследования. Это очень забавно и очень интересно. То есть это говорит о том, что в коронавирусе участвует еще и большая политика. И тут уже никакой правды не дождешься. Ни один ученый не хочет потерять свое место работы. Кроме того, выиграли от этого всего и фирмы, продающие товары для спорта и отдыха. В 36 раз смотрите, какой отличный бизнес. Это о чем говорит? О том, что в нашей стране происходит ровно то же самое, что там чуть не пять сотен лет назад. Борьба с старобрядцами. Напоминаю, когда их стали гнать и стали душить, это отдельная тема. Кто и как распоряжался уничтожать массово старобрядцев, к этому можно вернуться и поговорить. Но пусть этим занимаются историки. А для нас важно то, что они побежали и побежали в леса, в Сибирь, где и до сих пор, кстати говоря, сохраняются кое-где. Вот наше население, недолго думая, без всяких старобрядцев, стало закупать товары туристического профиля. В 36 раз больше. В 36. Ни в 2, ни в 3. Почему? Потому что если они уедут в глубокий лес, и там будут культурно отдыхать, с шашлыками, водкой, палатками, то ни один космонавт к ним туда не придет. А если придет, то вернется не сам космонавт, а только автоматы Калашникова от них. Надеюсь, вы понимаете, что таких дураков у нас в стране нет, и никто ловить туристов по лесам не будет. Я так надеюсь на всякий случай. То есть у нас налицо эволюционный процесс. Стала изменяться система отбора, стало изменяться активное поведение людей. Ну и кроме того, общая система, так сказать, вступает в противоречие со здравым смыслом, почему приходится убивать ученых в разных странах. Ну тех самых, которые пытаются объективно исследовать коронавирус. Ну это политическая составляющая. Зачем нам правда, когда у нас есть удобная политика? Так что мы не ждем с вами о том, что какие-нибудь биоинформатики вдруг откроют нам глаза. Я боюсь, что они их плотно закроют сами. Дело в том, что сегодняшний процесс, в том числе его стимуляция эволюционная, связан пуповиной с войной, 75 лет которого, который мы отмечаем. Это была великая победа. Полегло чуть не 30 миллионов наших граждан. Но, как всегда, как все те политики, которые как-то гнусавят из-под заборов, говоря о том, что вот у нас убили политика, а кто заказчик? Давайте и здесь вернемся чуть-чуть назад. А кто заказчик всей этой истории, которая закончилась нашей победой 75 лет назад? Англосаксонская компания. То есть Англия и США слили всю Европу для того, чтобы уничтожить Россию. И против нас воевали не немцы. Немцев там было около половины. Против нас воевала вся Европа. Танки чешские, оружие чешское, не только немецкое. Пушки, конечно, крупа. Ну а солдатики-то кто? И итальянцы, и словаки, и болгары. Между прочим, шли добровольцами, потому что все хотели поделить что-нибудь в России. То есть вот эта война, она не кончилась. Она продолжается до сих пор, но только в другом виде. В 91-м году началось гибридное, началось внешнее проявление гибридной войны, которое как раз ставило ровно те же задачи, что и немецкий фашизм. То есть уничтожить образование. Булонская система, ЕГЭ получилось. Да, у нас совершеннейшие идиоты подрастают. Я и поэтому ушел 10 лет назад из Московского государственного университета. Преподавать среди идиотов идиотам невозможно. Ну просто невозможно. Студентам пятого курса биологического факультета приходилось преподавать то, что они должны были знать лучше меня. Сначала это, а потом свою тему. И, к сожалению, это невозможно. Дальше медицина. Ну, медицина, сейчас вы видите, у нас многие доктора, врачи общей практики из американской глубинки, которые здесь нас учили много-много лет, как нам проустроить свое здравозахоронение. Теперь все как-то переменились во мнении и уже возглавляют борьбу с коронавирусом. Ну, плоды, я надеюсь, вы догадываетесь, какие будут. То есть медицину, образование, школьное образование все удалось, в общем, удачно ликвидировать. То есть еще только добавить сюда вымирание населения, ну, к этому все идет, как вы понимаете. Но если не коронавирусная изоляция, она может помочь немножко сделать репродуктивный всплеск. А так все идет ровно так, как задумало было фашистской Германии. Поэтому эволюционный процесс надо продолжить. То есть надо продолжить эту самую новую гибридную войну с теми же самыми зачинщиками, с теми же целями и с теми же промежуточными результатами. 14 миллионов человек уморить на территории страны ни за что, ни про что. Это о чем вообще речь-то идет? То же самое происходит и сейчас. Поэтому придется применять меры военного времени. Ну, про декапитатора я вам рассказывал, прекрасное европейское изобретение. Я думаю, что надо проразнообразить его применение с использованием других устройств, в основе которых лежит китайский порох, как изобретателей. Но я надеюсь, что это будет широко применено. А также, я думаю, что надо призвать для восстановления государственного бюджета электротехников из советских времен. И в основном не самих электротехников, а их вариант такой, электромонтажников, которые профессионально владеют паяльниками. Я думаю, что они сумеют их применить широко к некоторым уехавшим на Запад гражданам, которые должны вернуть денежки назад. По моим расчетам, это не меньше 30 годовых бюджетов нашей страны. Мне кажется, что с такими ресурсами мы сможем выкрутиться из сложившейся ситуации. И нас могут ждать более интересные времена. Уж в отношении искусственного отбора, который, по моим расчетам, должен достаточно скоро начаться, просто интереснейшие. На этом я с вами прощаюсь и хочу пожелать вам терпения и наблюдательности, поскольку нас ждут очень интересные события. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова